Здравствуйте! Я Елена Конева. Приветствую вас на канале 7дач. И сегодня расскажу, как посеять томаты на рассаду. Томаты – самые распространенные овощи на наших огородах. При посеве на рассаду первое, с чем нужно определиться, будете ли вы выращивать ее с пикировкой или сразу в индивидуальных стаканах. Для чего мы вообще делаем пикировку? При этом сеянцы мы заглубляем достаточно сильно и по длине всего стебелька начинают отрастать дополнительные корешки. Корневая система растения становится мощнее. Кроме того, при высаживании в общую плужку мы потом можем выбрать самые лучшие, самые сильные сеянцы и только их уже выращивать дальше. Понятно, что если у вас какой-то редкий сорт и есть всего 2-3 семечка, то все этих нужно сразу в отдельный стаканчик. Вот как, например, со мной один хороший человек поделился разными сортами. Я чуть позже покажу, как поступаю в таких случаях. Второй вопрос – соответственно выбор посадочных емкостей. Если вы сеете под пикировку, то подойдут практически любые ложки. Главное, чтобы они были чистые и имели дренажные отверстия. Особенно остро стоит вопрос чистоты при использовании тетропаков от сока или молока. Посмотрите, если их недостаточно хорошо промыть, то в складках и углах может кое-что остаться и этим заразить почву. Сейчас я такие емкости уже не использую, а раньше промывала раствором органцовки. Индивидуальные емкости могут быть покупными пластиковыми или торфяными горшочками, таблетками. Многие делают стаканчики самостоятельно из полиэтилена, бумаги или агроволокна. Вариант самодельных емкостей из агроволокна вы можете увидеть в нашем ролике про посев перца и баклажанов на рассаду. Ссылочка на него появилась вверху экрана. Я для томатов обычно использую стаканы из-под сметаны объемом 350-400 мл. Главное не забыть сделать в них дренажные отверстия. Замачивать или проращивать семена томатов я считаю нет необходимости. У томатов и так достаточно мягкая оболочка и они нормально всходят без замачивания. Но обеззаразить считаю есть смысл. Так я обычно поступаю с семенами, которые собирала сама. Семена накладываю в салфетку и заворачиваю. В емкость наливаю горячей воды. Не кипяток, но градусов 70 есть. И добавляю туда марганцовку. Прям хороший такой раствор, яркий. И закладываю туда семена. Так они остаются минут 15. После такого обеззараживания семена нужно промыть под проточной водой, немного подсушить и можно сеять. Сейчас я буду сеять семена крупнохлодных томатов. Их я уже выращивала в прошлом году. Какие они выросли, вы можете прочитать в статье на сайте 7дач. Ссылочка на нее сейчас появится вверху экрана. Грунт я покупаю обычный, универсальный для рассады. Насыпаю его в ложку. Разравниваю хорошенечко, уплотняю его. Какие-то крупные включения нужно убрать. Теперь почву нужно увлажнить. Я ее поливаю с раствором фитоспорина. Добавляю пару столовых ложек на полтора литровую лейку. Ну вот, грунт пролит. Я его еще немножечко разравниваю, чтобы сходы были дружными. Влажной шпажкой я буду переносить семена с блюдца на грунт. Так как у меня здесь будет два сорта, я сделаю пометочку и другой буду сажать с другой стороны. Теперь посевы сверху засыпаем землей. Заглублять томаты я считаю нужно достаточно сильно. Потому что если оставить совсем маленький слой земли, то семечка, прорываясь наверх, не успевает сбросить жесткую оболочку. И выходит на поверхность с шапочкой из семянных оболочек. И вот эти шапочки потом достаточно сложно снимаются. Если слой грунта будет достаточно толстый, то эти шапочки, они успевают сняться. Я поставлю здесь разделение между сортами, чтобы не перепутать потом. Все, сверху посевы не поливаем. Посевом нужно устроить парничок. То есть накрыть их прозрачной крышкой или убрать в полиэтиленовый пакет. Я пакетики беру новые, для того, чтобы гарантированно избежать попадания пищи какой-то. Емкость с посевами оставляем в теплом месте, около батареи. Пока семена не проклюнулись, освещение для них не принципиально. Каждый день понемножку проветриваем. Как только ростки покажутся, укрытие можно будет снять и выставить их на свет. Сейчас я вам покажу, как я сею семена, томатов которых у меня мало. Вот, например, со мной одна женщина поделилась разными семенами. В том числе сортом Ильди. Я в стаканы грунт насыпаю до половины. Сверху проливаю. И так же осею по одному семечку, ну или по два, если есть возможность. Их так же присыпаю. И укрываю полиэтиленом. Потом, по мере роста рассады, я в стаканчике досыпаю земли. И этим провоцирую образование волнительных корешков. Выставляем в теплое место, ждем всходов. И потом укрытие можно будет снять. Как рассчитать срок посева? Берем примерную дату высаживания, которая зависит от региона, от того, куда вы будете высаживать, и от прогнозов на весну. Вычитаем примерно 55 дней. Если томаты поздние, то 70 дней. Если ранние, то 40-45. Вычитаем еще 5-6 дней. И вот она, дата посева. Сеять раньше смысла нет. Особенно, если нет возможности досвечивать рассаду и обеспечивать ее большими объемами почвы и пространства. И если на дворе февраль или первая половина марта, то досвечивать томаты нужно весь день, то есть в 10-12 часов. Оптимальная дневная температура для рассады 22-25 градусов. Ночью 14-16. Если слишком тепло, но не хватает света, то растения вытягиваются. Поливать рассаду нужно особо не усердствуя. Лучше дать земле немного подсохнуть. Пикируют томаты в возрасте 2-3 настоящих листочков. И с этим лучше не затягивать. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал 7дач. Задавайте вопросы в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok